С нами в эфире Дмитрий Гутман и все его знают, но не до конца знают, откуда он появился с космоса, как он появился на Земле. И вот мы немножко сейчас закидаем вопросами и выясним этот вопрос один раз и навсегда. Значит, сам ты где родился? Куда появился Дмитрий Гутман? Да. Как и все. Ну где ты родился? Да, кстати. У нас же запись, да? Да. Немножи в эфир записи. Запись. Значит, я родился в Крыму, в городе Севастополь, основной город Севастополь, в городах сурских моряков, так называли тогда еще, когда я жил в том городе. Это хороший небольшой приморский городок, город Санаморья. Очень люблю это море как явление, купаться, плавать, нырять. Вот. И всю жизнь считал, что я, как бы, ну, посвящу себе карьере, возможно, там, воиновой моряка, возможно, просто моряка. То есть, как-то бы сейчас нас смотрит. Потому что у меня же много романтика морских путешествий, походов, как бы, да, там, я ходил заниматься в яхт-клуб в детстве, там, бестувания на яхтах, на маленьких яликах. Ялики как назывались. Завелся кадет, как сейчас, по-моему, кадет. Вот. И рос, как бы, в русскоязычной среде, потому, как бы, всегда говорил на русском. И даже, когда, ну, в школе учился, само собой, это еще было, в Советском Союзе, я 75-го года рождения. 75-го? Да, 75-го. Вот. Я еще помню, что... По числу? 12 мая. 12 мая. Да, я телец. Он же кот, он же телец, год кота-кролика, вот. То есть, такой смесь, такая, упрямая, пробивная, блин, и иногда бывают таким. Но это бывает важно и нужно. Вот. И поэтому, я думал, что моя жизнь будет связана с морем, с какими-либо там кораблями, походами. Капитан 1-го, Радга. Капитан, возможно, военный. Ну, да. Но потом так случилось, что мой один друг учился в Киеве, Володя Склярук учился в Киеве. Он говорит, Дима, что ты в этом городе сидишь, приезжаешь в Киев, посмотришь на Киев? Я думаю, ну что, Киев, то что. Зачем, тут хорошо в Севастополе, КПД, да, тут, ну, там все родственники, там дядьки, тетки, там, папа, мама, все там, все друзья, говорит, слушай, ну, он говорит, жизнь не гонщится Киевом, в Севастополе. Приезжай в Киев, там очень интересно. Окей. Я там сказал, что я еду к ему, там, типа, потасоваться с Вовой. Вот, поехал, какое-то время пожил в Киеве. А посмотришь на Киев, пожил пока. Потом вернулся, должен был учиться. Ну, не долго, полгода, полгода пожил в Киеве, полгода примерно. Но я уже понял, что, я уже понял, что мир не ограничивается Севастополем, там, и Крыму, как бы, да. То есть есть более большие города, более другой мир, другие кругозоры. Тогда, если честно, ну, так, было непонятно, да, непонятно было, да. Вот, потом вернулся в Севастополе, поучился, поработал немножко, немножко было тяжело с работой. Вот, и... Ты уже закончил школу, да? Конечно, да, это после школы я была, да. Я уже учился, получил три курса образования, три парки, я поучился, заочно учился. На кого? Учился на финансовый кредит, потом перевелся на менеджмент, на нужную организацию. И работы не было, уже был этот период, это было начало Украины уже, там, это было где-то 2003-2006 год, как бы, да, это было тяжело, так, как бы, с работой. Вот, и меня, были родственники в Москве, поехал в Москву поработать. В Москву, да. Значит, работался в Москве, занимался чем попало. Нас, в Украине, того, о чем мы очень не любили, ну, и сейчас тоже не любят наверняка. Работал на пилораме, работал на стройке, работал там, даче строил, как бы, да, то есть... Пожил там почти год. А у тебя руки золотые? Ну, у меня руки из плеч, по крайней мере. Все умеют делать все, что нужно. Молоток держать умеешь? Конечно, молоток, отвертку, как бы, да, и, ну, я сам... Ты можешь ремонт сделать дома, да, сам? Работал и с лесером, работал и с тойлером, работал и мастером по наладке стрельбов, 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 то есть у меня, как бы, стрельбов всё нормально. Просто работают, не всегда, не всегда, как бы, оплачиваются по достоинству, потому что те, кто работают головой, как правило, заработают больше. Обманывают по зарплате? обманывали, да. Так вот уже всякое было, да. И когда я в Москве поработал год, когда пошла зима, и когда я уже понял, что в Москве нужно либо быть рвачом, ну, хорошим хорошим человеком в Москве ты не заработаешь и не выживешь. Там было очень тяжело, в плане съема жилья. Украинцев очень не любили, очень не любили, когда узнавали, что я там из Украины, мне не хотели там тупо сдавать квартиру, там или комнату, ой, да вы хохлы тут понаехали. Вот, вот это так было. И как раз мне пришло время учиться, ну, продолжать в Харьков учиться, я уже только три курса окончил. Вот, я собрал свои монадки и вернулся обратно в Харьков на учебу, да учился дальше. Поэтому я, как бы, после Киева пожил еще год, пожил в Москве. Ну и кругозоры после этого еще больше расширились, да, то есть, ну, побыв сначала попали маленький такой вот мирочек, да, потом Киев большой красивый город, такой мегаполис, потом Москва, Москва, по сравнению с Киевом, вообще был другой мир, вы понимаете, да. Сколько ты в Москве провел? Год. Вот. А родители, скажи про родителей вообще? Мама, папа. У меня служащие, ну, садовое служащие, так называемое, называется служащие. Доличь, я выучаюсь перед всеми украинскими гречами, гречами я замовляю на российском мове, потому что так поселил Ермек. Для Казахстана, ну, специально для казахских друзей, говорить на русском языке, чтобы было понятно. У меня служащие, отец у меня всю жизнь был инженером, соцработником, экологом, адвокатом, сейчас он адвокат-юрист, то есть такое, ну, такая прослойка, как бы, да, служащие. То есть, отец адвокат, да? Ну, юрист, да, юрист. Ну, он юрист тоже получил уже где-то последние там лет где-то 10, как бы, да, то есть он был инженером, экологом, то есть он должен собой руководящий, то есть, ну, как бы, такие, работал на заводе, одном главным инженером, потом заместил главным инженером, потом экологом, ну, такие вот должностно руководящие, но там главное, сейчас он работает юристом, ну, пошел юристом в Севастополе, он там остался. Там остался, а мама? Да, они остались там, мама тоже стала там, с ним рядышком, они там, у них хорошая семья, вот, мама всю жизнь была преподавателем в детском садике, учила деток, вот, учила меня и учит до сих пор. То есть мне уже 43, она, там, передачи звонит. Она тоже в Севастополе? Да. Ага. Тоже Севастополе остались. Тяжело, ну, они, как бы, через линию границы? Это как? Ну, смотрите, вы учитывая, что сейчас у нас, как бы, аннексированный Крым, ситуация в Крыму, россияне, русские войска и их наемники забрали Крым, отжали, по-нашему, по-военному, да? То есть, да, там все это очень тяжело, но я родителям предлагал переехать сюда, в Киев, как бы, да, там, готов был на жилье, как бы, снять, они не захотели. Не захотели, потому что, во-первых, они уже, ну, возраст такой уже довольно, вот, а во-вторых, там, как бы, есть имущество, майно, да, то есть и им тяжело, и прожили всю жизнь, как бы, да, там они все родственники, друзья, работа, и, скажем честно, взгляды моего отца не совпадают с моими взглядами. То есть, если я настроен про украинский и за будущее Украины, то отец, наоборот, он, как бы, ну, ему нравится та ситуация, которая сейчас, да. Он прямо говорит, я люблю россиян, это там наши друзья, наши братья, по этому поводу мы с ним очень сильно поссорились, как бы, ну, мы, естественно, общаемся, естественно, как отец с сыном, но идеологически у нас очень разные взгляды, поэтому он не поддерживает Майдан, где я был, он не поддерживает войну, на которой пошел против россиян, вот, поэтому я прямо говорю, что, как бы, в идеологическом плане у нас с ним разница есть. Часто вы встречаетесь? Не часто. Вот, после Майдана, после четыреста года я тут ни разу не ездил, естественно. А они тоже, да? Мама один раз приезжала один раз, вот, жала кнопку. А долго? Ну, где-то на неделю, я не помню, сейчас, пожалуйста, но это было очень тяжело, потому что у меня проблемы с ногами, как бы, и тяжело добираться через границей пересечения, через Чунгар называется. Угу. Поэтому тяжело. Пятнички сзываются через такие скайп, разные там, эти мессенджеры, вот, но поехать не получается, потому что я туда не могу поехать, я не въездной, поскольку я был украинской армии и воевал против россиян, фактически против россиян. Да. Вот. А им ездить тяжело. Ну, то и такая ситуация. Ясно. А мы вообще созваниваете часто? Ну, я стараюсь быть хорошим сыном. Ясно. У вас брать и сестры есть? Да. У меня есть сестра со строями такая же ситуация, она тоже сторонница русского мира, она живет в Петербурге, она, ну, еще в юность уехала в Петербург учиться, в Санкт-Петербург, вот, и она себя считает русской коренной, хотя она выросла на украинской земле, в Крыму. Она себя считает русской, вот, и она тоже мне тоже писала еще под час Майдана, куда ты идешь, говорит, у вас на Майдане все там обходы, все майдануты, вас там зомбировал телевизор, то есть снова, как бы, к сожалению, она тоже приняла сторону пророссийскую, пропутинскую, вот, вот, и с сестрой я вообще не общаюсь никак, потому что, ну, человек, который не хочет верить на слово родному брату, ну, как бы, ну, как я могу ее видеть? Никак. А расскажи про свою дедушку-бабушку. Ну, у меня есть дедушка-бабушка еще живые, двое, а есть двое уже, к сожалению, не живые, вот, по отцовской линии дед Милий Антонович в войну прошел радистом, я очень хорошо помню, потому что он жил с нами в Севастополе, прямо в восемнадцатом подъезда жил в Севастополе, дедушка Милий, я очень похож на него, он был такой же высокий, худой, тоже такой быстрый, вот, такой же жилистый и живчик такой же был, вот, прошел радистом всю войну, очень было наград, вот, и был обычным, обычным мужиком, который работал руками, был следствием, у него дома было много инструментов, я к ним приходил, он мне это показывал, вот, внучок смотрел вот так вот, делал, вот так, показывал на пильнике. А это у тебя от деда еще, получается, одно деда? Еще от деда, да, да, вот, я очень любил его, да, и часто мы их там проводил, потому что мы жили, вот, наша была подъезд, их подъезд, четвертый, рядышком уже, да, и бабушка была, Аня, бабушка Анна Моисеевна, его жена, моя бабушка это по отцу, по отца линии, вот, тоже очень любил, рядышком тоже помогал, она мне приходила, я заходил после школы, там, у них что-то кушал, помогал, там, ну, как, нормальный внучок, проводил, ну, к сожалению, ни бабушки, ни дедушки, по отцу уже нет, они уже умерли, бог забрал их себе, вот, а по маме на линии живой еще дедушка, Тихон Ильич, вот, живая бабушка, Надежда, Надежда, бабушка Надя, отчество забыл, Надежда, вот, они тоже выходцы из простого украинского села, снова в город Северской области, село Гремяч, Новгородсеверская область, село Гремяч, Новгородсеверский район, извините, Сумская область, Сумская область, да, Сумская область, да, да, Сумская область. А фамилия как у них была? Есть? Судак. Судак? Судак, да. Морская, морская фамилия? Судак, ну, рыба, судак, морская, рыба, рыжная рыба, судак, например, в реке улице. Слушай, тогда ты мне объясни, почему ты жил в Севастополе фактически половину жизни и фамилия у тебя такая, по маме на линии, украинская. Так, почему ты не любишь рыбу? Знаете, я считаю, что лучше рыба – это колбаса. Я рыбу ем, не то, что не люблю, просто… Может, ты съел свои? Да, просто, ну, конечно, человек, если предпочтение. Кто-то любит мясо, кто-то любит, там, яйца, кто-то любит, там, рыбу. Я больше любил мясо, там, мясные изделия, колбасы, как-то, да, ну, рыба и ем, рыбу люблю. Ну, вот так, если уж я постараюсь, знаешь, многие есть… Отпился, просто? Ну, как-то, да, как-то, не люблю, не знаю, да, есть и предпочтение. А плавать, ты любишь плавать? Плавать я не люблю, я люблю нырять. Вот я вот, я скажу, я как человек, выросший на море, у нас там было много скалок, всякие моря, там, причалы, пирсы. Вот плавать, просто плавать мне скучно, я люблю нырять, я фанат подводного ныряния, то есть дайвинга, как бы, или английская мова, я называю английским языком сноркелинг, называется, ныряние с маской, трубкой с ластами, да, есть такое, одеваешь маску трубки ласты, вот, и ныряешь, это я люблю. А надолго, надолго, надолго? Я нырял все детство, нырял всю юность, и даже сейчас я хожу в бассейн, у меня просто плавать скучно, я больше ныряю, ну, там, 20 метров, там, 30 метров, как бы, да, там, продышался, тренировался, занырнул, и в бассейн хожу с маской, с трубкой, как бы, сейчас я с ластами и ныряю, потому что, во-первых, это полезно для дыхалки, это полезно для выносливости, это интересно, и, ну, это, как бы, помогает регулировать давление, ну, давление в организме. Ну, а там под водой интересно? Очень интересно. Вот, если вы никогда ныряли с маской трубкой, я очень советую, как бы, да, если позволять здоровье, вот, походить, понырять, даже в небольшом, просто море, в Черном море, например, да, там, либо в Красном море, я уже не говорю про Египет, да, там, Египет вообще считается мягкой для ныряющих, да, просто, вот, неполенецы купить самаску трубку, поехать в ту же Турцию, например, или на Крит или на Кипр, и поныряют с маской трубкой, то есть вы увидите то, что не видели никогда, то есть то, что показывает по телевизору, ну, другой совсем, там даже вот на небольшой глубине, это, по-моему, метр, можно увидеть икеи, там, необычное создание морские, какие-то ежи морские, да, какие-то там ракушки, какие-то там, какие-то монетки… Я, вот, был на Крите, не очень давно, он нашёл кусок, нашёл амфорой такой, старинной, я думаю, что старинной, там даже были, греческие иероглифы, не роглифы, а греческие буквы, старинная нашел на глубине всего лишь полтора метра была маска трубка ласты я там нырял там на крыльте и нашел очень интересно это очень классно и полезно для здоровья это интересно это развивает ваш мир ваша девушка разделяет ваши увлечения не нравится плавание она любит за мной наблюдать я ныряю любят получать подарки с одном море боится нырять сама она не ныряет уже не прическа плавает хорошо плаваем и часто плаваем вместе когда она ныряет ну кабинете то дело без субъективное личное я это люблю она не так расскажи мне про сына сын у меня козачок виктор его зовут ему уже пять лет в этом году исполнилось но к сожалению так стало что мы с ними расстались не по моей причине вот когда я пошел на войну с россиянами вот в лету четырестого года жена аня бывшая не выдержала как бы разлуки не захотела не выдержал частью не буду судить вот и я нападал на развод и мы расстались то есть я когда искали выполнял свой долг выполнял свой долг она нападала на развод и сейчас мы живем вместе не живем вот ребенка вижу постоянно кого-то помогает у с алименты сумма цена говоришь я плачу элементы все она как бы память обо мне хранит вместе дома дома снимает фотография где папа война форме чтобы ребенок знал что папа не просто ушел с семьи а пошел на войну там защищать там город и в там страну его защищать она сама в киеве да да мы прожили вы прожили три года это было как раз мы как-то женились в двенадцатом году вот появился витек пятушка вот и вот до четырнадцатого года почти там а девятом году в один раз писались до четырнадцатого года жили висит да это в четырнадцатом году когда я с майдана пошел в армию ну пошел пошли не пошел в дом для больших батальон армию условно армию на самом деле пошел в батареон донбасс добровольческий она подала на развод такая вот грустная история . расскажи мне про майдан вообще как ты попал туда ведь был же еще первый майдан оранжевая революция ты ее застал там был очень режисс на гарните был померан чемодан да я на этом этом приезжал но я тогда еще был молодым и зеленым я не очень понимал что происходит я не жил в киеве тогда я жил в Севастополе еще в этом зарядке в киеве там в киеве революции посмотрим этого ну ну чё там в киеве ну ну поехали просто приехали посмотрели как вода подожди на фотки были ну я скажем так когда не жил жизнь социально и активно потому что я жил опять же в Севастополе город небольшой и часто не понимала что происходит за пределами моего мировоззрения вот не понимал да ну там где-то там киев там что-то бастует что-то хотят и как раз у меня работа там там какие-то средства на работу историю там там какая разница я был человеком аполитичным таким пассивным скажем так да а вот уже на этом майдане на последнем майдане 14-го года я тоже скажу честно я не был весь майдан и не участвовал они не 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 будет там себе весь период краса я так немножко долго дозревала ходил я ходил постоянно как бы да но я не жил на майдане сначала приходил сочувствовал потом был я волонтером она поняла что ребята нормально как бы да надо помочь вроде за правое дело да потом когда познакомился с наш с моим ребятам из крыма с крымской сотни которых из минал до этого вот и с ним пообщался это где-то было уже перед новым годом вот сейчас я понял что да они меня разжевали что что они хотят конкретно кто с вас нами на майдане я видел глаза этих людей мы делаем глаза людей которые приехали с закарпатью вделку где-то приехали с прикарпатья видео газа газа крымчан видео многих донецких которые вышли против януковича такие тоже было много ты понял что я должен выбрать ну наконец-то пришел мой час выбрать либо я там буду обычным пассивным аполитичным украинцем который живет только ради чтобы сожрать и пойти на горшок либо я все-таки буду защитником семьи и буду делать какие-то активные шаги для улучшения жизни своей семьи и своего народа в общем поэтому я перечки пожелал на майдан я был волонтером в госпитале на турцветительской волонтером за санитаром в общем это было образование медицинское уже получил курс одни курсы другие медицинские прошел курсы красного креста вот там волонтерил был в этой крымской сотни приходил ночевал вот ну я не могу быть постоянно потому что у меня была работа был дистанционер в семье мне приходилось развиваться между работой и сама семьей кабана и майдана вот уже не было сбережение подписчиков но я участвовал как практически полноценный участник майдана когда крымская сотня была под номером каким-то просто была крымская сотня она была без номера так называлась крымская сотня не было человек ну немного человек было 10 немного вот это у нас надо поставьте брак римчане вот по назвал скосок сотня был слеша ржавый сотник был еще были ребята стас был юра был вот нас много ну вот мы брак римчане боевых сложилось и как судьба их сложилось после майдана насколько я знаю лишь сейчас занимается бизнесом мы сейчас сваливаемся юра не знают где где-то исчезну живой но где-то там занимается вот я мало часть потому что после майдана я сразу пошел в донбасс батальон как бы да и у меня очень много навалилось событий ответственности там за за свою службу за людей за поплатимов вот плюс события лично лично семьёй лично эти проблемы вот поэтому я наташал на три года просто выпал выпал из жизни из мирной жизни я служил с 14 года с лета по лета 17 года я три года был на войне сразу в сетапе разных бригад в сетапе разных воинских подразделений я на три года выпал из жизни из мирной жизни ну вот смотри вот на майдан тебе запомнилось какое событие какой случай наверное больше сцену за сцены были выходили те люди на сцену которая юлия выходила порошенко выходила не понимал почему порошенко допустили наши ребята чтобы делать кличко я понимал что кличко пришел он вроде бы был нормальным боксером когда много политиком он был никаким когда я всегда никогда не 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 был в оппозиции я тоже не понимал ну просто очень много было событий боевых как бы да связанных дежурствах ему тоже много всего было но я тогда еще не понимал почему люди на сцене не те которые находятся в рядах почему на сцену выходили те кто обычно были на сцене и дома и до этого не понимал а вот лично с тобой связан случай какой тебе запомнился на майдане что тебя вот потрясло что тебе кто тебе потряс ну я честно до последнего не верил что беркута этим менты беркута она начну стрелять это последний вид это когда начали стрелять вот я в ту ночь не был дома я потом она на следующий день вечером приехал когда начались там уже убийства для меня это был шок я понял что аборта пути уже не будет к водам мирный противостоянин были потасовки были толкотня там кидали там камни коктейли как бы да но я понимал что как только начну применять стрелковое оружие аборта уже пути не будет это власть нужно будет после сметать и вот когда они начали стрелять я блин для меня это был шоком к вода и я еще не позвонили шьем он у нас нас стреляют я блин а мякостного ребенок заболел и не мог вишневом ехать поехал на следующий утро поехал 9 19 что вишневом жил нет я в киеве в киеве жил много на крайне киева там где-то уже на крайне киева далеко и вот это было событие я понял что власть переступила эту межу черту которую нельзя переступать и все и надо надо же власть уже на нас носить а как тут встретил известия о крыме захвате крыма вот этот момент крымская соотния как-то патриотировала ты же ты же крымчанин поэтому события знаешь лучше чем другой человек ну вы понимаете где то что мы частично только тогда многие сми как бы они показывали все правду вот и захват крыма это же была спалена спланированная операция между фсб и сбу украины спланировано потому что ты думаешь то есть был участвовал ты не думал это факты януковича конечно да сейчас то есть те же самые сбушники спланирована операция и очень многие сбушники перешли просто фсб автоматом крымские там донецкие луганские вот был спланированная операция и поэтому информация проходила но очень выборочно только не некоторые сми независимые вот и да ну я тоже не понимал что за человечки почему захватывать почему наши не вы не выступает наши части войны которые были не защищаются на потребность территории украины севастополя но с другой стороны ну я вам скажу честно да возможно скажу там вещь такого не очень приятного для украинских военных и для украинских людей украинцы и украинская власть частично была сама виновата в том что части поздавались потому что украинская армия была занятбана полностью я знаю прекрасно состояние украинской армии ну на змеи занятбанаchat Vegas policy market hs плохо плохо по сформировано плохо чтобы обеспечении плохо было моральное воспитание не было зарплаты не было квартиры именно около кли укр и духа тоже не было потому что я очень покажу в はстополе�로 прив ashman были части русских моряков российские российские части кабеля у них в сетя были квартиры и в hole й dato Conventionvo Quasin поехали estratégить это следует с российский частях У них было все практически. А кто служил в часах украинских, украинских военно-морских сил Украины, у них не было ничего. Они жили в несчастных общинах, у них была минимальная зарплата, у них не было, как бы, то есть они выживали, они выживали. Поэтому, когда пришли русские зеленые человечки, и украинских моряков стал выбор либо защищать свое, то, что у них не было, либо, возможно, перейти, сдаться, перейти в более комфортные условия, они приняли решение за свой карман, ну, как бы, это тоже нужно понимать. Я их не оправдываю, естественно, но это нужно понимать, что, когда ты голодный, стоишь, холодный, у тебя там пустой кошелек, и негде жить, и у тебя за спиной стоит жена, двое детей, и ты понимаешь, что тебя сейчас или застрелят, и они будут голодными, ну, у тебя просто нет выбора. Ты бы на месте министра обороны что-то бы смог сделать? У тебя был бы шанс защитить Крым или нет? Вы знаете, блин, легко картиковать генералов, не будучи генералом, будучи солдатом. Вот я сейчас не готов сказать. Естественно, что я не добряю, естественно, их галость, их вот эта вот пассивность, их нерешительность, как бы, да, но я также понимаю, что это была, опять же, спланированная спецоперация между СБ, СБУ, ФСБ, Минобороны, вот, и потому что у нас многие генералы, которые сейчас в генштабе служат, да, в украинском, они многие имеют родственников в генштабе России, многие там, сестры, братья, там, родственники, они между собой общаются. Вот поэтому связь, к сожалению, связь между украинскими военными сейчас существующими и российскими военными очень прямая родственница. Поэтому повлиял фактор договорников, повлиял фактор того, что наш, наш главнокомандующий, и тогда тоже Петя Порошенко, ему тоже, ну, он не хотел эту войну прекращать, ему это было не надо. Он тогда занимался своим бизнесом, пытался утвердиться на роли главнокомандующего, он только пришел тогда, получается, после Майдана. Поэтому, естественно, нужно было страну защищать свои территории, ну, по уставу, по уставу военного времени, вот, но факторов, влияющих против нас было очень много, и экономических, и силовых. Что бы ты предпринял Гутман? То, что я смог, я сделал. Я взял оружие, я взял свою экипировку. Генерал Гутман, что бы сделал? Начальник генерального штаба Гутман. Сегодня 23 февраля 2014-го было. Первые известия. Уже пошли по Крыму. Если бы был генерал, начальником штаба, я бы, наверное, сказал защищать свои части, не дома, а части, потому что часть, воинская часть, это территория Украины, которая находится в крепости, а не в крепости, находится по защите Украины. И все, что мог бы сделал, наверное, это то, чтобы все-таки послать по самому укреплению, усиление, усиление послать. То есть, я не знаю, как, через воздух, как-нибудь, по крайней мере, в тех городах, где это можно было сделать, в Донецке и в Луганске, это можно было сделать. Это было сделать сложным образом, в Крыму фактически они практически сразу отрезали, перешейк отрезали, это было сделать очень тяжело. То есть, ход успел выйти частично, а части береговые, которые были, они просто были отрезаны. Но в Донецке и в Луганске это мы обязательно были сделать. То есть, не потерять Донецку и Луганскую область. Тогда бы сейчас намного было меньше крови, тогда бы не было такого сепаратизма, коллаборационизма. Тогда бы мы сейчас не сидели в такой ситуации, что у нас кругом регионалы, и регионалы правят балом. Ты помнишь, я слышал же, наверное, публикацию, где была стенограмма СМБО, где была Тимошенко, Наливайченко, Тенюк. Там, Турчинов. А, это 2014 года? Да, 2014 года, где они обсуждали, и принесли решение не принимать военных действий против России в Крыму. Все стараться делать через Европу, через дипломатию. И получается, они упустили все военные действия. Преимущество, преимущество выпустили. Ну, я это считаю, что, да, я это помню, но я считаю, что одна из причин, почему это было, опять же, то, что у нас до этого очень были тесные связи с Россией. И я вот, если честно, я еще до последнего не верил, что Россия напала на Крым. Вот я до последнего не верил. Я думал, что там, ну, что-то происходит, такое нам, мне писали, какие-то черные зеленые человечки напали. Я думаю, кто такие, я не думаю, что Россия, но я, ну, как бы, они тоже не верили, да? Но я думаю, что да, у нас настолько были плотные связи, как бы, да, и в принципе была там какая-то там дружная международная, как бы, да, вот. Я не верил, что вот наши русские там уже не братья, а тогда братья могли стрелять, там, или захватывать, отжимать Крым, там, как бы, это Донецк, Кулаганск. Я не верил за последнее, а потом, когда уже пошли факты, когда уже пошел в батальон, ну, я об этом начал доверить, только где-то уже в мае, в мае, когда уже Крым был захвачен. Когда уже они зашли в Донецк, когда Гиркин, там, по-моему, да, Гиркин заходил в Донецк, когда колонна прошла от Донецкой, от Славянска, и прошли там, по-моему, 200 километров без, без таких приват, и захватили Донецк, и какая-то русская в Донецк. Как, как, блядь, как это возможно? Вот, тогда я понял, конечно, все, моя там сиденье в Киеве закончилось, я жену с ребенком перевез в Ковель, потому что я боялся, что в Киеве будет обострение, вот, собрал свои вещи из Киева, привез в Ковель. Ага, ты опасался, что и Киев может попасть потом в партию? Я опасался, что Киев, они могли дойти до Киева, поэтому, учитывая, что в Киеве тоже были разные настроения, там, было, там, на волне Майдана, там, патриотизм, революция, все классно, но я понимаю, что, если они взяли Донецк уже, значит, там довольно большая сильная группировка, Донецк-Кулаганс. И, в принципе, теоретически была вероятность, что они могли прийти в Киев, или просто по Киеву, там, стрелять, как бы, да, чтобы нас обескровили. Поэтому я с ними перевез в Ковель, собрал ребенка Аню с Витей, перевез в Ковель, ну, как получилось, на краткое время, они потом уехали, ну, неважно. И я собрал свои, там, военные вещи, которые были у меня, там, я занимался туризмом, занимался выживанием военным, вот, и пошел в Батрин Донбасс. Ты попал на, вообще, до Майдана, как ты попал на медицинские курсы, как получилось, что у тебя уже была серия курсов Красного Калиста? Да. Ну, смотрите, как бы... Ты же вроде бы как слесарь, вроде бы менеджер. Ну, я в последнем своей жизни увлекался туризмом. Я ходил походы в разные, там, по горам ходил, Карпаты ходил, Крыму ходил, туризм туда, да, потом, где-то в году в десятом я начал увлекаться так называемым экстремальным туризмом. То есть, туризм минимальный, туризм выживания. То есть, ты, когда идешь здесь, в лес с минимальной экипировкой, у тебя есть, допустим, там, плащ-палатка, например, нож, например, да, там, или там, сапарная лопатка, как бы, да, и там, что-то еще, так ты приходишь в лес. Ты начинаешь строить вышалаш, начинаешь строить всякие ловушки, там, сам себе лечить, как бы, да, это называется выживание. Важивание — это такая дисциплина, которая предполагает, что ты должен уметь все. Вот, получается, к войне готовый человек? Ну, как бы, да, готовился. Я не знаю, чтобы быть война, просто, да, я специально ходил в лес, я, как бы, изучал всякие там смежные такие вот вещи, как медицина, такие смежные вещи, как выживание в лесу, смежные вещи, такие, допустим, там, сделать ловушку, там, на кого там, зайчик, на белочку помаривали, поймать голыми руками, фактически. Ты занимался немножко боевыми искусствами, связанными с фахтованием, с оружием. Это тоже было важно, потому что одно дело, только это голыми руками кидаешься на двух людей. — Ты неосознанно готовился к войне? — Ну, да. Как бы ты чувствовал. — А вот когда ты пришел в Донбасс? — Извините, закончу. И, как раз таки, одна из дисциплины, которые у меня были хромальные, у меня не было знаний по медицине. Я не знал даже, как фактически сам себе жгут, или кому-то сделать жгут, или кому-то сделать тугую повязку, или как сделать, пробить грудную клетку, чтобы ввести адреналин в сердце, например. То есть не у меня это дело. А это было важно, потому что это была машина, был велосипед и катался, видел много ДТП. Опять же, дорога — это опасность, и уметь делать элементарные навыки. — На месте прям? — На месте. Конечно, это очень важно. Важно для любого человека, который живет в большем городе и тем более занимается таким туризмом. — Вот когда ты пришел в батальон, ощущалась разница между твоим уровнем знаний и новобранцами? — У меня знаний таких особо не было, я же не был военным. У меня просто были знания из власти туризма, ГБД. — У тебя знания были двойного назначения? — Ну, больше широкий Горгазор, скажем так. У меня не было таких общих знаний, я не был врачом, я не был там санитаром скорой помощи, но я просто знал общую... — Новобранцы вообще еще не знания? — Да, были такие. Ну, поэтому я пришел, я стал санитаром, я там, ну, не знаю, это весь небольшой опыт всего, да, был на Майдане я там там подопонировал, перевязывал, стабилизировал людей, то есть я немножко знаю. Я говорю, я вот это умею, я готов. Я могу так же пойти, допустим, там, а-ля разведчиков, но опыта нет. Есть только технические знания там походов в туризм, но есть знания там в медицине и доврачебной помощи, доврачебной. Все, я окей, давай ты будешь медиком. — Как ты попал в армию? Как ты попал на фронт? Как ты записался вообще? — Пришел на военкомат? — Да, я пришел в военкомат. Поскольку я был прописан в Севастополь, тогда я пришел в военкомат, в Киеве мне сказали, что, как бы, ты должен поехать в Севастополь, там выписаться и тут прописаться. — Подождите, как поехать, если там уже, там уже русские, там уже... — Ну, вот мы не можем, у нас там нет связи, мы тебя не можем. Вот, жди, мы тебе позвоним. Записали мой телефон, жди, позвоним. Так, ну, я подождал уже неделю, понял, что там делов не будет, потому что я видел глаза этого военкома, который сидел там перепуганно, но глаза были, как у кота, который сидит на горшке. — Добровольцев много было? — А? — Добровольцев были? Много было? — Много было, ребят, да, много было, да. — Наверное, военкомат не выдерживал, да? — Да, я не стал чекать, да, не стал чекать, и я параллельно еще нашел в интернете объявление о записи в Добробаты, в добровольческие батальоны. Азова записался одновременно, вот, и в Донбасс. Вот, вот, тогда у Азова была база, они были в Казацком, на Майдане, у них была база, я приехал, кто записался в живую даже, вот, в Донбасс позвонил, говорит, так и так, вот, такой-такой-то, с Крыма, на готовку, да, то есть есть там навыки санитария, есть навыки там выживания, туризма, да, вот, меня записали. Думаю, кто первый позвонит в батальон, туда я пойду. Ну, я подождал где-то, ждал где-то неделю. Не готовы, у нас там формируется, ну, если у вас нечем заняться, приезжайте. Подождите, батальон в село Новопетровцы. Вот. Я взял своего одного друга, Валика, уже ныне покойного, Валик прапор, позвонил прапор. Нет, он умер в тылу, он умер уже после этого. Вот, и мы сразу, прямо с Майдане попрощался на Майдане, в свои сотни, и поехали в старые протезы, поехали уже в расположение, тогда это была Донбасс. А с Крымской сотни никто не пошел на фронт, кроме тебя? Нет, не пошел, я пошел сам, да. Ну, пока я не знаю, Юра не пошел, Леша не пошел, Слава не пошел. Вот, я пошел сам. А почему они не пошли? Были какие-то пояснения? Ты же тоже задавал вопросы? Славик вообще пропал, у Леши был уже только в возрасте, у него были проблемы со духом, он ничего не слышал практически. Он получил контузию на Майдане, у него левое ухо там, и глаз не слышал. То есть, у него были причины веские, как бы, да, то есть, человек с одним глазом. Да, ну не ранение, но контузия, да, да. Вот. А Юра не знал, Юра не захотел. Ну, я начал, мне как бы не было важно, мне было важно отвечать за себя, за свои действия, за свои поступки отвечать. Я понял, что пора идти, учитывая, что мой Крым забрали, забрали мою территорию, я тоже не могу поехать. Я хочу туда приехать украинцам, а я не могу приехать. Потом я пошел с надеждой, что у меня тут автомат, иду там, да, и я пойду в Крым, и заберу себе Крым обратно. Ты, получается, поехал в Новопетровск, да? Новопетровцы. Новопетровцы. Потом как пошло? Там была воинская часть нацгвардии 327, там была тренировочная база Донбасса, там собрали нас, многих ребят. Пришли, как правило, все патриоты, все пришли и добровольцы, естественно. Интересная история, если я хочу тебе расскажу, как мне отдали мой позывной. У меня позывной отдали позывной Нахимов. Ну, как адмирал Нахимов. У тебя отчество был Нахимович, да? Нет, отчество был Викторович, Викторович. Вот. А история интересная, как бы, да, я это... Был такой, вот, там, человек, когда принимал прапорщит, не помню, позывной, что он говорит, так, выбрать себе позывной. Я говорю, так, позывной, я хочу, говорит, позывной санитар. Он вот нельзя, это должность, нельзя только позывной. Я говорю, хорошо, а медбрат можно? А медбрат тоже не за должность, как бы, да, у нас посадок медбрат. Я говорю, ну, блин, я что-то, я-то, что-то, затупил, ну, не знаю, ну, как, как мне себе еще... а ты откуда родом с моря как бы с крыма с моря ого ты будешь кутузовом это поселит какой-то почти кутузов хорошая но уже на глаз забыл уже не плохое знаю не хочу кутузова не хочет урон химов урон химов хороший обмирал известный все любили там моряки у нахимов нормально все я нахимов по боже нахим записали на химов такая была история медали позывную неожиданно для тебя ты не был до этого никогда не был в армии кабада и не знал что даже позывный я пришел мне это уже дмитрий как нужно позывной что что не могу это было где-то начало июня я как раз пришел до начала июня скажем условно числа где-то там 5 до 6 числа уже первый склад батарея донбасс ребята первые уже ушли уже тогда напередок они сколько готовились первые 2 недели я же попал как бы первый набор но между первым вторым скажем так вот нас уже потом формировали из нас формировали как вот во вторую попал это зрение но не совсем второе это дом был первым скажем так из нас формировали подождение купол спецподождение купола которая шла в догонку а нашим она набирали быстрее и быстрее далее у нас был командир сэсэй виктор дегтярев вот и нас многих упалят купол вместе мы прошли боевое ослаживание просто молодого бойца нас кинули на усиление туда уже в трендом вас а сколько ты готовился мы готовились тоже недели две недели две три недели это кто входило в эту подготовку автомата да была стрелковая подготовка была разведчика была тактика было чтение карт были различные там вязание узлов было мы сессии зуха было каждое утро бег по лесу там полная выкупки естественно вот если это все прохали прохали в космонавтом от бойца даже были некоторые вещи специальные не рассказывать обожали инструктора специальная имеющие узкие направленные когда нам тоже показывали у нас готовили как спецпедритель представление там кто-то там что могу я дешевле типа да это был купол и купол сюда закомендовал как именно справит правильная сам что было в куполе было человек пятьдесят первым которым что не знаю не не может быть не знаю я просто я пошел и они ушли за меня за день 5 даже и в вас куда направили а потом донецк да после поставок она без смеси с фондом вас с куполом мы разместились в одну колонна и мы своим ходом колонна ехали фирмальский машина нет машина вызовики микроавтобусы муси какие-то с ними бетры бетры ехали рожда да да как раз они были проскошен уже коммунирована баланс ботали он купол ехали на ехали на техники колесные не не к негусенки у нас у каждого сама не форма у нас не тянем не дали волонтеры потом кожаном когда приехали на место можно было бы склад уже потому что не хватало давали а так фактически я пришел всем своем на своя была немецкая форма осватором каска был свой разгрузка был собране боржей с майдана но единственное было оружие а так мне все было собой и многие ребята которые ходили не было с собой только на фронте конечно да тогда получили уже если никто уже не не выдавал на минуту когда приехали приходит термайск в артемов в артемов там получили оружие там пришли в оружие к нас записали кожевая и подроспись пораженных них не разошло дальше в артемовский посадки музыка там мы на второй день мы попали под минометный обстрел прямо по той школе где мы где мы развестились да 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 мы спали это было это было днем вот скандала не сильно большого то приехал когда-то тачанка и накидала там две три мина накидала свойство вас с 2-го калибра выстрелы бежим небольшой маленький на нем попала в купол школа попала на территории то они там просто тачанка машина на котором скажем прицеп она подъехала быстро стрелялась и уехали зато тачанка попали под стрелками да естественно перепугались но что для меня вообще не они во никогда на войне и для меня это новость была в даже ночь наш командир и к сенсей предположил что будет штурм на школу потом он всех куполят собрал и вывел за территорию школы расположил короче укрытие ну то есть он был опытный командир а если по то командир сенсей ну как в каком звании были не надо меня он командир сенсей все это был командир название да он опыт есть он это воевал прошел много морпех известный вот известных сутровах морпех морская пехота вот он сейчас в верный морпех он был молодец мы с ним дружим до сих пор сенсей в морской пехоте не значит уже он уже ранены раненые трехсотые у него ранение получил там там у него не 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 в запасе да в запасе да но он до сих пор когда поддерживает и общается и и ну то есть молодец но он нужный человек очень сенсей витаре 3 он молодец он как бы да вот один из тех командиров который никогда не бросал своих если шел вот так вот ушел впереди всех вернее получил впереди лежа не сзади а впереди всех он получается когда я не был в том бою но рассказали он и рад рассказали он пошел атаковали подряд рукам и он получается пошел с пулеметом рпк впереди всех и кими к нему под ногой кинули гранату и он что не не то чтобы там убежать там когда там ли он поступал перед ней выставил пулемет с руками и без грыб пришелся ему на руки на пулемет он с пулеметом и собой закрыл а те кто был сзади он очень сильно посекло руки очень сильно там плечи посекло он лишился двух пальцев по-моему на правой руке да то мужика 2 пальцев у нас осталось три пальца покосанные вот но он то есть очень боевый командир после этого он еще заучился еще командовал и помогал еще подразделению формироваться после этого сенсей настоящие украинские марки вот и командиром взвода он был командиром это произведение подразделение купил купол ним еще был дед тоже морпех позвонной дед вот и два два командира потом я там добавьте уже когда мы пришли познакомился с другими командирами командир сват семён семенченко жак модель первого взвода как первая роты жак измите второй роты и командир тур командир первой роты вот и был на командирах ну вот мой командир 1 которые с которым я пошел это сенсей дед вот и покойный командир монгол который взял меня поскольку мангол монгол тогда был начальником по обеспечению батальона и так получилось что я туда пришел санитаром заведчиком бойцом гранатометчиком кем угодно был готов но им нужны были нормальные трезвые мозги и меня батальоне поставили на склад обеспечение батальона к сожалению то есть я не принимал такого прямого контакта в действиях боевых мы скажем нахимов ты там типа высшее образование хорошо считаю что должен сидеть на складе вот и про получать выдавать майно во имущество во имущество я скажу нихера блин я пошел воевать я этого делать не буду я пришел дед взял атаку за руку или ты еще сделаешь приказ или ты возвращаешь домой в киев я понял что шутки закончились мирная жизнь закончилась и я буду подключиться приказы и пойти на склад выдавать майно выдавать принимать это тоже как бы ну может быть не не сильно там как бы боевая работа но это то что должен быть делал то что даже если взял ну дал присягу ты должен понимать то что я сказал командир и не обсуждается то есть я выполнял то что тоже не стал командир я почти всю службу мы были пара выездов боевых наверное батулирование когда на зачистку но я не принимал такие действия боевых как много ребята и именно по этой причине потому что я сидел на ответственной должности выдачи приемки майна очень важного имущества именно поэтому я не попал в лавайс звание как у тебя было никакого никому звание доброволись нет ну мы спросили звание кто позвонил солдат хорошо солдат были звания там к и бы да они провели войны книжки в войны билеты но у меня войны был солдат это бы я в украинской армии не служил потому что я был как раз тут период когда в армии должен прозваться был развал союза переход между союзом и украинской армии и я не пошел служить я не пошел по этому до фронта ты в армии не служил вообще ни минуты я человек был абсолютно цивильным не военным абсолютно то есть опыта никакого не было получается вот и батальон еще при тебе в каких участках был это было по донецкам это было курахово это был артемовск они доме не до меня зачали карловку блокпостно-карловку защищали захватывали в наш период когда мы уже захватывали попас на поселок попас на там тоже наши были потери углегорска ну и не мне не помню все потому что я как бы не 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 действовали в эти выезды боевых я просто езжал на зачистку кого-то с монголом вот и потом в середине в середине октября сентября августа четырнадцатого года поступил приказ идти на лавайск опять же как сейчас помню сижу там типа сына там нахимов давай бегом в свою эту на службу что будешь выдавать майно два димущества хорошо ты можешь нормально все послан приказ всем всем батареону приказ выдвигаться на там на и лавайск яду к монголу я должен понимаешь требует выдавать имущества то ли мало имущества то есть на какой на какой период да нет там приказ там на сутки двое туда-обратно в лавайске батон там типа по быстренькам руки хорошо то всем выдаю там не все то что мы есть а там рассчитываю там сутки полтора да да выполняем есть вот я выдавал по часам имущества давал на сутки полтора они сами не знали что они там не выйдем мы туда прокататься обратно то есть бензина заправили мало брали с оборужем мало боеприпасов брали мало потому что ну не планировать чтобы такая долгая операция и тем более не знали что будет котел лавайске и туда ушел почти весь батальон еще не помню помню то что дата это было где-то было вначале между начало и середина и сентября августа тебя августа тоже скорее как это же было на день праздник на праздник да но с аппарат уже был когда уже был котел мы были в котле сидели выезжали не только то и тесно когда был 24 парад был 24 августа так как посетили выказывает до этого до сентября вот и пацаны собрались в лавайске по моих машин и помните пацаны выезжали и там в касках кто в чем это каски более желтой как это каски были зеленая там еще бежал там закидывал на матери закидывал там эти лопатки сапер на пацанате будет там окопаться да не надо мы прокататься возьмите я опытный турист я знаю и закидывал то лопатки сапер на это были на складе меня там где-то ракет это эти китры то что я закидывал там какие разные пацаны выходили на лавайс первая колонна ушла дай бог памяти где-то 5 или 6 машин ушел крас бронированный шоу быть бтр ушел еще там какие-то были такие ну где-то человек пошло 150 а потом пошла вторая колонна что а батареи сколько всего человек и не могу с ними по не помню это помню что было где-то около 1 я не мог знать все я видел там округа пленок оплата что людей куда 300 может четыреста не знаю точно не ведет всех но чтобы были там первая первая рота была вторая рота были до помежной роты рота охрана была блин минометчики были гантометчики разное пидро сделают где-то человек 400 может может 500 потом вторая группа потом да потом через неделю когда они у них уже пошли бои когда они поняли что их начали окружать пошла вторая группа программа когда симон смейченко же понял что это идет делать котлу а приказа на выход нет он понял что надо или подсловно надо оттягивать сдавать приказ наступление пока не поздно либо усиливать кем-то вот а поскольку приказа вступать не было а у него сошелся приказ по всему он был из помещения командира батальона вот он дал приказ вторая колонна собраться найла вайс все кто есть вторая колонна ну те кто был там не 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 все это по парам поварят эти вот именно ты оставался девушники оставались зенитчики оставались какие-то кратомячек оставались новые кто пошел пополнение но прошло за то время ребята когда пошли одного добровольца я сейчас не помню я уже был меньше до меньше до ушло там четырех находения по нему не буду брать не хочу не помню не будет брать местом уже держу было меньше вот эта колонна 2 ушла она успела практически через окружение то ли то ли пропустили то ли успели пройти и после этого они москали закрыли кольцо одно кольцо второе кольцо семянченко был внутри он прижал пожалуй жаба на фото он успел выехать он то был первый разбирать группа был он помо тогда получил ранения тогда почвы ранения осколочная гранатой лег больницу и уже тогда командовал из мечникова из госпитом мечникова командовал он был ранен а исполнитель его заменил кто ну там был семянченко там был еще командир штаба филин там был командир гал уже монголу били гал уже самым командиром до макурида до макурина монголу били начали когда печенье да и убили тоже получил пулю в бою погиб он был киевлянин литвинский виктор литвинский дается вот уже был гал командир то что были при этом командире название прозвище могу и не просто я не знаю я знал что в виктор дружи монгол все обращался почему он был я не знаю да он был звание по моему подполковник только полковник только полковника то что мы небесная вот есть были были за посетители которые командовали в лагере на был прямой командир тогда уже был командирами нагрузки анатолий позвонок гал вот он командовал дал мне договорился делать кабада там делал это заказывает отделаем этот отель бедит туда оделого руси или помогали если бы я вам скажу так уважаемые зрители кто слышит меня если бы не волонтеры, мы бы эту войну не выиграли. Вот я снимаю шляпы по волонтерами, донецкими волонтерами, запорожскими волонтерами, полтавскими волонтерами, иваннофранковскими. Если бы не волонтеры не привозили нам бронежилеты, каски, тепловизоры, продукты, ремонтировали машины, пригоняли БТР и даже такое было. БТР и пригоняли волонтеры. Оружие ставили штатное, но БТР пригоняли волонтеры в Запорожье. Если бы не волонтеры, мы бы эту войну не выиграли. И сейчас, наверное, эти все русские, нехорошие русские оккупанты, загарбники, они бы уже были, наверное, в Запорожье, и в Днепре, и в Киеве, наверно. Наверняка. Поэтому волонтеры вынесли на плечах. А вот это господи. Поэтому для меня все, кто реально волонтеры, они такие же побратимы, такие же родные люди, как и бойцы. И когда-то каждый готов их носить на руках. За их тяжелый труд. А гособеспечение, коррупция, генералы, как это вообще все происходило? На складах все разворовались? Смотрите, ну, скажем так, было. Было войной, потому что, ну, вот тогда я не знаю, что было в Украине, потому что я был в Донбассе, а Донбасс находился под юрисдикцией Национальной Гвардии Украины. На Национальной Гвардии Украины. Вот. И оружие нам поставляла, поставляла Национальная Гвардия Украины. МВД? Нет, ну, МВД, но практически это была Национальная Гвардия. Это немножко другая структура. А есть МВД... Но Национальная Гвардия подчиняется же... Подчиняется, да. Но были ботулины под МВД, а были ботулины под Национальной Гвардией. То есть, до юра мы были под Национальной Гвардии Украины. И воинская часть ВЧ-3027 находилась под Нацгвардией Украины. И нам оружие поставляло, оружие, зенитки, стрелковое, поставляло Нацгвардию Украины. Оружие, скажу честно, было, ну такое, на четверочку. Оно было не новое, но оно было рабочее. Такого же совсем хлама не было. Но насколько я знаю, кроме оружия, не было ничего. Не было ни амуниции, не было ни тепловизоров, не было практически никакой боевой техники, Нацгвардией не поставляло, хотя мы были уже, да, это уже боевые действия в Донбассе. Уже Батылин уже вел, как минимум, с мая, с апреля, в апреле пошли первые добровольцы, с апреля до сентября, до августа, уже почти четыре месяца. А Нацгвардией не поставили ни средства защиты, ни БТР, ни беспилотники не было. Все, возили волонтеры. То есть, приезжали только проверяющие нацгвардией, приезжали проверяющие нацгвардией, там какой-то полковник, приехали, так, ну что у вас здесь, да, а у вас то плохо, то плохо, покомандовал, щеки раздувал и уехал, все. А потом приехали волонтеры, так, что нужно? Машины предметировать не вопрос, привезти это не вопрос, батарейки не вопрос, тепловизоры не вопрос, денег на питание не вопрос. Все это делали волонтеры и, я хочу сказать еще в пользу руководства Депутатовской области, руководство Депутатовской области в лице Коломойского в том числе. Я знаю точно, что Коломойский очень много денег поднял на поддержку добровольческих батальонов и Донбасса в том числе. Поэтому Коломойскому спасибо большое. Чем помогали? Ну, я не видел чем, но мне говорили, что он помогал и деньгами, и снабжением, и продуктами, и техникой, и питанием, да. Потому что если бы не руководство этой области в лице Коломойского, Корбана и Филатова, тоже бы не было такое обеспечение тыла батальонов. Поэтому эти люди сделали все, что могли. Я говорю честно, для меня Коломойский такой же друг, как Семиченко. Ну, может я не друг, но он и друг. Семиченко, что за командир был? Семиченко хороший командир. Но он имел опыт военный? Насколько я знаю, Семиченко не был в армии. Он не служил в армии. У него было какое-то звание, но он в армии не... А почему он стал командиром? Вот я не могу сказать, был ли он в армии. У него было звание точно. Звание было, по-моему, капитан. То есть в армии служил, проходил военку и проходил. Но как командир, он был громадный командир. Понимаете? У наших солдат, часто, у людей простых. Такая мысль про командир. Командир должен бежать впереди всех. Стрелять точнее всех. Гранату точнее всех. И качать громче всех. Это бред. Командир это правильный командир. Это человек, который заботится о солдатах. Но который правильный, грамотный военный менеджер. Который умеет наладить процессы в армии. И снабжение батальона, батальона или рота, например. И оружие в батальоне. И набрать личный состав. И поставить нужных людей на посады. Например, начальника штаба, например. Командира первого рота. Командира второго рота. Это грамотный, толковый управленец. Который умеет вовремя решать вопросы. Умеет правильно читать людей, психологию. Умеет правильно подтягивать активы. То есть имущество, вооружение, технику. Что-то еще. Какие-то деньги находить. Это правильный командир. Вот с этими задачей Семенчик справился. Просто на пять с плюсом. Просто на пять с плюсом. Да, возможно, не было военных действий. Опыта. Возможно, он не бегал впереди всех с автоматом. Но это не работа комбата. Это не сурой комбата. Сурой комбата. Сурой комбата дать обеспечение. Дать самозаместителям работу. Дать возможности найти. Повести деньги. Повести людей. Он был трусом или храблым? Ну, если он почувствовал не в бою. Он был трусом? Нет. Он был там где все. Я лично много раз видел его расположение в батальоне. Много раз. Он лично выезжал с пацанами на разведку, так же называется. Он не был трусом. А в стаду не прятался? Нет, конечно. Не был трусом. Он, в отличие от Филина, не текал в бронированной машине. Силовая из котла. Чтобы пацаны остались там. А начальник штаба Филин. Власенко. Убежал весь месяц. Ну, если что, Березовый убежал? Я не знаю насчет Березового. Я знаю насчет Филина. Филин вернулся здорово и цело, без ранения. Еще и кричал, что он герой, что он вышел с окружения. Хотя с окружения вышел, на самом деле, вышел виногродский командир Гал. Он вышел с оружием. Вышел своим ходом на ногах. И вывел с собой людей. Он спас пацанов. Гал, да? Это Гал, да. Вот он вышел и вышел с окружением. Да, это мой командир. А этот дурачок, блин, уехал на машине. В бронированной машине. Вот вы думаете, кто смелый, а кто трус. Понятно. Вообще, что ты думаешь про Иловайск? Да всем уже известно, что Иловайск это был запланированный котел заранее для того, чтобы туда загнать Добробаты. Добробаты и активные боевые части окронцев Украины. Ты сейчас говоришь про генеральный штаб украинской армии? Да, да. Про генерала? Это была спланированная операция между штабом России и Украиной. По одной простой причине. По одной простой причине. Есть факт, что этот котел, скажем так, укрепли линию вокруг Иловайска строили за 2-3 месяца до Иловайска. То есть они вкапывали танки, они окапывали прихоту россияне. Они окапывали, они минировали поля вокруг Иловайска. Они знали, что там будет котел. И наши родители тоже знают, что они окапывались. Но почему-то, генерал штаб отдал приказ ехать на легкую прогулку и Уолайска, зная, что там котел. И чтоб об этом знал. То есть серьезно к наступлению не готовились? Как к однодневному путешествию? Да. Они знали, что там котел. Вот, заранее россияне, эти якобы шахтеры, ну якобы шахтеры, готовились к окружению, откапывали там линию котел. И после того, как наши головы зашли по одной дороге, они просто дорогу захлопнули. И наши пацаны украинские, и Добарбатый, и Збройные силы Украины, и даже некоторые батальоны МВД оказались в Иловайском котле. То есть, если бы там было еще три батальона, то такого не случилось бы? Ну, я не знаю, что бы случилось, но факт, что это было попланировано, и мало было сил. И Денштаб просто слил эту операцию, просто слил. Ну, а ты можешь сказать, что просто генерал проспал, сглупил, неосознанно? Ну, помните, я могу сказать, что там все генералы, гады, все сволочи. Но это будет с моей стороны неправильно, потому что я не есть профессиональный военный. Я не кадровый военный. Я получил звание, максимум старший солдат. Поэтому мне сейчас судить все действия генералов не могу. И сказать, что все генералы были продажные, я тоже не могу. Потому что я знаю генералов нормальных. Я знаю нормальных майоров. Я знаю майоров мародеров. Понимаете? Поэтому кто был в той ситуации с Иловайским, точно был готов виноват Главнокомандующих. Точно. Потому что он знал, что Иловайский скрывается. Точно знали главные разведчики, контрразведка. Или разведчик СБУ знал наверняка, который нифига не предпринимали. Но сказать, что все поголовные, я не могу сказать. Но это будет с моей стороны, когда стоит на улице нищий и кричит, что все кругом сволочи. Потому что он просто не смог заработать деньги. Я так не могу сказать. Есть факт непрежимый, что поступали информация в генштаб, что готовился котел. А россияне вокруг Иловайска окапывались, потягивали силы, потягивали борно-танковые группы. Потягивали десант. Какой даже десант был известен, а какие танки, танковые группы, это было известно. Некоторые генералы, по-моему даже Назаров, об этом знали. По-моему даже генерал Назаров. Ну я не могу ошибаться, но по-моему Назаров имели. Он знал об этом. Но тем не менее они дали приказ. А Назаров был кем? За что отвечал? За разведку? По-моему он отвечал за начальником штаба именно по тому сектору, по сектору Д. По сектору Б. На 20 сектору Б. По Донецку. Что ты скажешь про российскую армию на тот момент? Она была боеспособна? Смотрите, тем кто говорит, что там не было россиян, что там не было шахтеры, там были повстанцы. Я вам скажу, я лично имею трофеи российской армии. Я лично имею трофеи. Это же у меня есть трофеи, который я снял с убитого русского. Это трофеи ранец разведчика российского пикселя и дата изготовления город Казань, по-моему 2010 года. Кто говорит, что там не было русских. И я лично видел много убитых русских в русской форме, без шевронов, да. Но в русской форме у них особая пиксель, особая форма русская, русская березка. И некоторые даже были документы, это точно. То, что были российские профессиональные военные, это 100%. Другое дело, что у них не было с собой многих документов, не было приказов. Их там загоняли часто кнутом и пряником. Но военные были профессиональные. Украинцев там много? С той стороны? Украинцы тоже были, но это были те, кому промыли мозги. Те были такие вот сторонники русского мира, которые поверили в рассказы Путина и пропаганды, что им будет хорошо. Вот. А когда стало нехорошо, они поняли, что уже хорошо не будет. И когда их одного расстреляли, а второго расстреляли, когда их загоняли, как этих рабов, загоняли с одним автоматом, там, против танков украинских, они уже поняли, что ошиблись. Тоже были украинцы, но это были предпредатели. Это были те, кто предпредал свою родину и захотели лечь под другую страну. Вот ты можешь объяснить мне, почему отец, мать, сестра тебя за Россию, а вот ты за Украину? Как так получилось? Почему ты такой стал? В чем природа, причина? Ну, если брать психологию, то ни отец, ни мама, по большому счету, никуда дальше из Севастополя не выезжал. Отец всю жизнь учился в Севастополе и жил в Севастополе всю жизнь, никуда не выезжал жить в других городах. Мама тоже училась в Севастопольском пединституте, и там жила, и училась, и работала в Севастополе. Они не видели другого мира. Они не были никогда, не жили в других городах. Я там год пожил, два месяца пожил в Киеве. Я год пожил в Москве. Я там три года учился учиться в Харико на заочно, но я там прожал, на сестра сдавал. Я видел другую жизнь. Я видел другие горизонты. Я понимал, что мир не кончится с Севастополем. А если ты всю жизнь живешь в одном маленьком селе, забитом, тебе в голове, как бы, да, вот только кругозор ограничился только этим селом. И ты не понимаешь, что может быть мир более расширенный, что могут быть другие точки зрения, что может быть такой мир, как Европа, например, да, или как Америка. Они считают, что Америка, это американцы все тупые, как говорил Задорнов, да, хотя все россияне пользуются американскими машинами, американскими телефонами, американскими интернетами, смартфонами, все они американские. Хотя они считают, что Америка тупые. Кушают в Макдональдсах, ой, как кушал за Макдональдс, они придумали тупые американцы. То есть это бред, это ограничение мировоззрения. Поэтому в моем случае, моя семья, когда родители, к сожалению, прожили всю жизнь в этом маленьком городе, не видели другого мира, и поэтому им в этом мире было комфортно. Они не захотели менять. А я, пожив там, 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 я понял, что мир не ограничен с Севастополем, есть Европа, есть Турция, в конце концов, где люди живут. Даже Турция, там вообще другой мир. Даже по своим схемам, вот сейчас Турция, вообще другой мир. Они далеко ушли? Они очень далеко ушли. Турция ушла от нас, казалось бы, Турция, казалось бы, азиатская страна, казалось бы, мусульманская, полуазиатская, очень далеко ушла. Там люди доброжелательные, там, ну, то есть, я всю жизнь был в Турции, отдыхал тогда, да, ну, я там просто вот расслаблялся. Там русских не любят, что неудивительно. Их не любят, а то русские с Вене, говорят, ну, я еще там говорил на русском в Турции, говорят, это с Россией, нет, с Украиной. О, Украина, заходи, гостем будешь. Русский, ноу-ноу, русский Шване. Поэтому, поэтому так получилось, что я расширил свой город, свои знания другими городами, другими странами. А Неля, сестра, она уехала в Питер, она там прожила всю жизнь. И, как бы, ну, ей нравится вот это вот болото, вот эта Россия, вот эта грязь, эта зависимость, там, от русского царя, понимаете? Ну, ей нравится. Человек, люди, ну, рабы по сути. Я человек вильный, свободный, я хочу жить, чтобы у меня не было царя. Вот смотри, вот ты увидел войну изнутри, правильно? Ты знаешь, что такое Донбасс, Луганск и так далее. Вот, по-твоему, как нужно завершить войну, как нужно добиться победы, как нужно установить мир вот в этом регионе, который ты знаешь лучше, чем я, чем очень много-много других людей. Ты был в пекле, ты был внутри, ты общался с местными жителями, ты знаешь, что можно сделать? Что бы ты сделал на месте президента Украины? Фух, ну, вы такие вот создаете, да? В простома человеку, который вообще не в политике, не во власти, как бы. Ну, нету какого-то такого решения, что вот я бы сделал вот это вот, и пошел бы мир. Нет, это целый комплекс мер, целый комплекс мероприятий. Скажем так, пять шагов с разных сторон. Во-первых, я бы, наверное, перестал поддерживать отношения со всеми адептами русского мира. Такими, как Медведчук, такими, как Новинский, такими, как Ахметов, теми людьми, которые явно имеют финансирование из России. То есть я бы, по возможности, их смог отделить из бизнеса Украины, из украинского политикума, по возможности, да, зная, что у них, вот. Это раз. Это первое. Будучи на месте Порошенко, я бы все-таки начал выполнять те обещания, которые давал Порошенко. Продать Порошенко. Вот, там, занимается, избавляется от бизнеса. Потому что... В Крыму и в России. И в России, и в Крыму, и везде. Потому что ему не верят, как раз таки по одной простой причине. Вот я не верю по тому, что он не выполняет свои обещания. Да, я понимаю, что у него сложная задача. Я понимаю, что очень, очень сложная у него там ситуация, как бы, да, экономическая и политическая, и в Украине, и в мировой. Да, очень сложная. Но ты начни делать свои обещания, как ты обещал перед народом Украины, со сцены Майдана. И люди будут тебе верить. Будут тебе верить, будут тебя поддерживать. То есть, если ты обманываешь народ, а народ тебе не верит. Вот на месте Порошенко я бы стал выполнять свои обещания. Продавать бизнес, отбираться от своих активов. Продать свой телеканал. Продать телеканал, продать и... И, тем более, избавиться от активов России. Для того, чтобы показать своему миру, что он настоящий украинец. Что он широкий украинец. Давай, дайте мой почерзи. Вот. Третий шаг, чтобы я бы, наверное, все-таки начал делать. Я бы начал серьезную, очень чистку, возможно, с помощью западных партнеров, чистку силовых структурах. Вот сейчас беда Украины, это силовые структуры, которые просто... Частично про российские настроения? Не частично, а наполовину. Так же, как и сборная силы Украины, и Генштаб, скажем так. Так же и МВД, и СБУ. Они, половина у них родственники в России. Половина, они там получают деньги из России. Половина скандалов коррупционных, связанных с... То есть половина армии воюет, половина армии воюет, помогает оккупантам. Да. И армия, и СБУ, и МВД в том числе. Вот я бы на месте Порошенко сейчас начал, я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как вам это нужно сделать. Начать чистку, ну, серьезную чистку силовых структур. Потому что силовики очень много забирают... Сейчас часто занимаются не ловлей шпионов, не вопросами антикоррупции, а вопросами рейдерства, отжима, убийства активистов, и зарабатыванием денег, нечестным зарабатыванием заработки. Приследует патриот? В том числе. В том числе, да. Вот этот третий шаг жобой сделал. Борются с теми, кто защищает Украину? Естественно. С правильными патриотами. С правильными патриотами. То есть настоящими патриотами. Такими как я, такими как Катя Гонзу, такими как... Хорошо. А как бы ты договорился с самим Донбассом? Вот с теми украинцами, которые с той стороны. Что бы ты им предложил? Ну, знаете, я не помню, Памас сказал Саакашвили, Памас сказал умную мысль, Михаил Саакашвили сказал умную мысль, что надо сделать такие условия, что бы Донбасс, Луганск и Крым сами захотели вернуться. То есть здесь экономика должна быть выше, чем так? Само так, да. То есть когда Украина будет не коррумпированной, не державой милиции, полиции, СБУ, когда не будет таких явлений, как взяточество КВД, и когда не будет выпускать таких людей, как Насыров, когда будет экономика, когда мы будем уже Европой, Донбассу не нужна быть эта гнилая Россия. Донбассу, Донецку не нужна быть эта тупая Азия. Они скажут, нафиг нам эти москали и Путин с его шайкой, мы хотим в Украину нормальную страну. Тогда они сами избавятся от своих сепартистов, коллаборационистов. То есть нужно сделать экономические условия в Украине. А для этого нужно опять же начать делать в Украине реальную реформу. Вот в Приднестроле находится крепость в тылу украинской армии. Она не защищенная, окруженная Молдовией и Украиной. Задушить ее не проблема. Откуда такое мягкое, толерантное отношение к враждебной крепости у себя в тылу? Ну, наверное, одна из... Ну, я не знаю. Напомните, я до 14-го года политикой не терялся вообще. То есть я был человеком политичным. Ты уже четыре года политикой? Ну, нет, я уже год в гражданском движении. А три года был на войне. Поэтому всех нюансов по Приднестрову я не могу сказать. Ну, я думаю, что опять же, там есть какие-то силы пророссийские в Приднестровье, которые, опять же, пытаются смягчить украинское давление на Приднестровье. Так же, как было с Крымом, так же, как было с Грузией, например. Да, когда в Грузии перемогает, допустим, российская власть, а в это время наши украинские дипломаты не защищают наших украинских людей, которые власть арестовала. Ты сам идёшь в политику? То есть, получается, что... Сейчас я скажу. Получается, что наши украинские власть имущие специально потыкают пророссийские настроенные силы, специально. И допускают сепартизм в России и Украине. Какие зрады? Ну, к сожалению, так. Это не зрада, это не то, чтобы там предательство. Это просто слишком мягкая политика по отношению к России. Я бы сделал намного же более жёсткое. Намного более жёсткое. Ну, если, допустим, Порошенко уйдёт и на место придёт Тимошенко, будет сильно хорошо? Или это одно и то же? Вы знаете, это сложный вопрос. Значит, я не считаю, что... Тимошенко хуже, чем Порошенко. Не считаю. Потому что она лучше, чем он. Потому что, по крайней мере, да, у неё были там свои залёты, свои, скажем так, газовые контракты, подписаны на очень невыгодные КБД. Вот. Это факт. Но... Алигарх? Алигарх. Алигарх, естественно. У неё есть такти. Вот. Но я уверен, что она не будет дружить с Россией. Не будет дружить. Потому что у неё... Ты думаешь, что она будет как Коломойский, да? В смысле? Она будет против всех. Она будет против Порошенко. Она будет против российских. Она будет против Ахметов. Потому что у неё, насколько я знаю, у неё интересов и бизнесов в России нет. Хорошо. Поэтому она со с Россиянами не будет совпадаться. Она после 5 лет президентства... Поэтому я больше сзади Ахметов, чем против меня. Больше сзади Ахметов. Ты не думаешь, что она после 5 лет президентства станет ещё богаче? Возможно. Но чтобы этого не случилось, мы должны, если, допустим, моя власть, контролировать её президентство. То есть, нужно опять же, провести закон про импичмент президента. Который мы не смогли провести при Порошенко. Надо, чтобы он был проведён и чтобы он заработал. Я не верю в это, потому что вот с этим Верховной Радой, если даже будет закон об импичменте, с этой Верховной Радой никакого импичмента все равно не будет. Ну вот надо сделать, чтобы он был, чтобы были законы основания, чтобы народ был готов, чтобы народ, если будет НАТО, проголосовал за импичмент, за снятие президента, будь то Порошенко, будь то Гриценко, будь то Тимошенко, кто-нибудь. Ты идешь в политику? Сегодня нет, завтра возможно. Парламентские выборы будут в октябре месяце. Ты возьмешь, что ты можешь попасть в Верховную Раду? Возможно, захочу, но давайте говорить честно, я не хочу быть на месте Казака Гаврилюка. Или на Нади Савченко. Понимаете, про Каврилюк, да? Кто не знает, это Казак Гаврилюк, это Майдановый сломанный парень был, Казак Гаврилюк. Вот, это пришел на Майдане, на Майдане пришел, на волне Майдана, в этом социальном выборке пришел в кандидаты в Верховную Раду. Вот, но он просто по образованию, по кругозору, по своему уровню интеллекта не может быть президентом в Верховной Раду. Не может. Он просто не понимает, он не знает гейзм, у него нет ни образования, ни мозгов, ни навыков, ни умения торговаться, не умения ставить свои интересы. Поэтому он скуривался, как вы говорите. Он нормально был парнем, да, он простой, простой украинский хлопчина, казач, простой. А он очень простой. То же самое Надя Савченко. То, что она патриотка, я не сомневаюсь. То, что она была на войне, я не сомневаюсь. Но ее горячность, ее вспыльчивость, ее отсутствие возможности анализировать события, ее подставили. Она сама вернула свои проблемы. Потому что она сидит за кратами, все меня сняли не перекосновенность, она сама. Поэтому я не хочу быть на их месте. Я хочу, если уже буду готов пойти в политику такого высокого уровня, как Верховная Рада, я должен быть готов. И по знаниям, и по уровню кругозора, и по умению, чтобы у меня была команда. Без команды в политике это никто. Никто. А ты скульпишься? Ты станешь сволочей? Если скажу нет, это будет воронье. Скажу нет, что вы никогда в жизни, я не буду воровать. Это будет воронье. Смотрите. То есть будешь, но немного, да? Смотрите, можно я отвечу? Вы за меня отвечаете. А я тебя провоцирую. Хорошо, провоцируйте. Я отвечу по-своему. Смотрите, значит, любой человек грешен. Любого человека можно взять кого-то на деньгах, кого-то на листьях, кого-то на любви к женщинам. Как меня, например, да? Вот. Но чтобы этого не случилось, нужно им отдавать полномочия, и его нужно контролировать. То есть должен быть полномочия и контроль громады. Для этого нужны действующие законные механизмы. Закон по выборам под открытым списком, да? Отзывы депутатской неприкосновенности. Контроль со стороны громадскости. Специальные державные установки, такие как НБУ, МВД, контролирующие органы контролируют, которые контролируют и чиновников, и депутатов. И вот когда нет полномочия, вот мы дали там булаву депутату, да? Вот. Но я знаю, что за мной стоит контроль, народный контроль, и державный контроль, и финансовый контроль. И я укорду какие-то деньги. И меня за это посадят в тюрьму, и я уже не укорду. Угу. Потому соблазн будет всегда, но если знаешь, что меня контролируют, и меня могут посадить. Значит, я уже не буду воровать. Угу. И сказать, что я там не буду воровать, я буду честным в свою жизнь, ну давайте будем честными. Воровали все, кто был против власти, потому что им давали воровать. Угу. А если бы их сажали... То есть, если тебе дать воровать, то ты тоже будешь воровать? Угу. Человек слаб, человек грешен. Я пока не ворую, потому что у меня есть цель. У меня есть цель вернуть свой Крым и выиграть войну. Угу. Но я не могу гарантировать, что я всю жизнь буду таким честным, классным журналистом народным, как Дмитрий Гуднев. Не могу гарантировать. Ну, как минимум, пять лет ты еще гарантируешь, да? Пять лет гарантирую, да. Ха-ха-ха. Давай, на это весело дать, и мы закончим наше интервью. Я думаю, таких интервью будет еще много и много. Ну, и вам спасибо, надеюсь.